Эта репетиция проходит за колючей проволокой. Концерт будет тут же. Зрителями станут сами воспитанники Можайской воспитательной колонии. Но артисты знают, на выступления приедут их родители, поэтому работают с полной самоотдачей. Именно такая творческая жизнь заинтересовала швейцарских экспертов. Они посетили колонию в рамках договора о двустороннем сотрудничестве. У нас еще больше акцент поставлен на индивидуальный подход. Здесь коллектив играет еще какую-то роль. Здесь, например, все этот культурный подход, что там спектакли, что поют и так далее. Этого, я говорю, к сожалению, у нас нет. Потому что, мне кажется, этот коллективный подход и выступления, и спектакли, и что их аплодируют, это тоже очень важный момент повышения самооценки. Что взяли у нас швейцарские друзья, это работа с детьми культурно-массовая. Потому что у них такого, как вот сейчас мы видели в актовом зале, что мальчики готовятся к юбилею, у них такого нет. И вот они сейчас пытаются то же самое сделать у себя. Делегаты надеются, и в швейцарских уголовно-исполнительных учреждениях удастся организовать творческую самодеятельность. А вот российские эксперты во время иностранных командировок у своих коллег взяли другую идею. Теперь воспитанники живут в комнатах по четыре человека. Так стало после ремонта одного из корпусов. В каждой камере отдельный санузел, кровати, тумбочки и стол. Практически детский лагерь. Воспитанников психологи заселяют в одну комнату только после группировки по определенным критериям. Ну, здесь, то, что касается швейцарских коллег, у них на самом деле по детям очень-очень хорошие результаты. Практически мы изучали же и немецкий опыт, и норвежский, американский, финляндский, ну, разных стран. Но вы знаете, вот те успехи, какие достигли в этой области швейцарцы, практически это лучшее. У них практически нет рецидивов. Тот, кто прошел их тюрьму из детей, из подростков, ну, 99% практически туда не возвращаются. Именно, чтобы подросток не вернулся снова в исправительные учреждения, и работают учителя и психологи. Во время визита швейцарские гости осмотрели учебное заведение на базе воспитательной колонии. Здесь особое внимание уделили оборудованию классов и современным технологиям, интерактивным доскам и компьютерам. Многие ребята и учиться начинают, только попав за колючую проволоку. И то, что подросток, находясь в заключении, имеет возможность окончить школу и даже получить профессиональное образование, обязательно пригодится ему в дальнейшей жизни. Наталья Коркина, Никита Уваров, Николай Никонов, телевидение Можайска.